добрый день всем привет михаил приветствую слушай ну мы как а бы я как обычно я не знаю ты поддерживаешь это или нет но как обычно с некоторой достаточно скандальной информации слушай у меня такое впечатление мы говорили об этом многократно но и на пи превратилась такое подобие карга кульки никто не читает первоисточников более того не считает даже нужным эти первоисточники хотя на них ссылается прочитать достаточно название книги для того чтобы понять суть того что там происходит и вот обратим внимание что если бы люди кроме ну например там буратино прочитали бы еще книгу фокуса языка роберта дивца то многое вставило бы на свои места потому что мы с тобой договорились до том что мы эту информацию не будем открывать до поры до времени потому что я честно говоря когда наезжают про по поводу боевого нлп ожидал ожидал от людей за нлп сообщества совершенно другого наезд не то что боевого нлп нет мы его придумали а как ни странно наезд совершенно другой стороны так это бендлер придумал боевой нлп а роберт диллс его смоделировал причем здесь ты надо было сказать показываемая пальцем причем здесь ты михаил пелихатый опять примазался почему почему я теперь предлагаю тебе открыть эти карты ну собственно честно говоря они были открыты то есть книга фокуса языка давалась переиздавалась слушай а неужели только мы с тобой прочитали я хочу верить что это не так но у меня тогда опять же возникает вопрос о внимательности прочтения о выявлении паттернов ну то есть ну не знаю это очень удивительно потому что я специально сейчас открыл ее да по поводу нашего разговора с тобой и там обнаруживается удивительная история да про которую мы с тобой сегодня хотели сказать удивительная история она заключается в следующем и более того ведь на слуху вот эта ситуация она на слуху многие нлп ее знают и диллс про нее многократно рассказывал когда он говорил что однажды на семинаре бендлера бендлер начал вдруг играть с аудиторией в ситуацию что трибуну которую ему устанавливал некий человек он установил ему ее специально так чтобы бендер упал как бы и разбился насмерть да вот здесь интересно у людей не возникает идея что уже здесь начинается фокус внимания на рамке проблем про что боевой нлп боевой нлп про то как создается рамка проблемы про то как создается там всякая выученная беспомощность и так далее ну клак как бы основная идея это рамка проблемы так и что же пишет нам роберт диллс в своей книге роберт диллс пишет нам в своей книге следующее импровизированная драма развивалась приблизительно следующим образом ричард бендлер причем это сделано в виде стенограммы с расшифровкой диллс то кто это сделал убирайтесь отсюда нет вам больше доверия ну и дальше там некоторые фразы комментарий диллса бендлер создает ограничивающие убеждения разве не прям не про создание ограничивающих убеждений в том числе боевой нлп да и причем с моей точки зрения то что мы сделали с тобой продолжаем развивать в боевом нлп это ведь примерно та же идея которая здесь описана у диллс он говорит давайте просто посмотрим что происходит как это делается вот все предъявы по поводу вы взяли и хорошие нлп растоптали да причем здесь это если бы не вот эта проблемная ситуация не было никаких фокусов языка да вот у меня фраза цитатка туда же я тоже открыл бендлер увеличивает размер фрейма чтобы сохранить фрейм проблемы и создать новую возможность для негативного противоположного примера слушая что же вот получается что и роберт диллс ничего про фокуса языка не понимает раз он расшифровывает это как негативный противоположный пример похоже похоже вот те наши оппоненты должны сейчас написать гневное письмо роберту диллсу сказать что ты вообще никто в фокусах языка и на самом деле они бывают только про хорошие да какие негативные а бендлер я кстати бы тоже кинул письмишко потому что а как же там вселенная грушна и полна ресурсов он похоже не соответствует базовым пресуппозициями нлп я бы его знаешь чего я бы предложил его изгнать из из какого-нибудь сообщества нлп его точно надо изгнать из какого-нибудь нлп сообщества я тебе сейчас прочитаю маленький нюанс про то что говорит по этому поводу бендлер цитата мы шли по коридору одной калифорнийской больницы вместе с группой молодых психиатров приближаясь к большой гостиной мы говорили нормальным голосом когда мы подошли к двери вошли в комнату все психиатры начали говорить шепотом конечно мы тоже начали шептать конце концов мы посмотрели друг на друга и спросили а чего же мы шепчем один из врачей вернулся к нам и сказал здесь находится кататоник мы не хотим его беспокоить но если кататоник имеет больше необходимое разнообразие поведения чем профессионал то я присоединяюсь кататоники калифорнии каждая группа психотерапевтов имеет свою этику этику например чтобы быть хорошим специалистом по общению вы должны одеваться как рабочий сфер мы второе правило это обнимать всех слишком крепко они всегда смеются над психиатрами которые носят галстуки мне их поведение представляется ограниченным одномерным вся беда с этими профессиональными кодексами заключается в том что они ограничивают поведение и каждый раз когда вы скажете себе этого я делать не могу на это найдутся люди с которыми вы не сможете при этом работать в этой же самой комнате я прошел очень близко от кататоника наступив ему при этом на ногу так сильно как только мог и получил немедленную реакцию он вышел из своей кататонии подскочил и закричал не смейте этого делать о чем здесь говорит бендлер он говорит о том что мы моделируем паттерны и никакой идеи белая пушистая нлп или еще какое-то она неуместна здесь если вы чего-то считаете неприемлемым это означает что найдется ситуация в которой вы не сможете справиться с задачей просто потому что там понадобится именно этот поведенческий паттерн это конечно очень удивительно что люди которые продолжают развивать исследовать учиться нлп которое предложил бендлер с гриндером совершенно на отрезок отказываются от тех идей которые были заложены в него что мы можем моделировать любую коммуникацию но ты знаешь а что интересно ну понятно да удился вся эта история он там называет фокусы языка боевые так как мы их называем потому что это напрашивается негативные последствия рамка проблемы негативные намерения укрепление укрепление там создающие еще больше негативный эффект вот более того что еще интересно после этого в этой же главе чуть ниже дел спишет и после того как я закончил работу по моделированию я проверил эту модель на аудитории и дальше идет небольшая стенограмма где он делает все то же самое точно так же как бендлер то есть содержание того что мы называем боевого нлп в его проверке моделей фокусов языка не изменилось оно тоже было связано с переведением в рамку проблемы да с там разыгрыванием жертвы там из треугольника карпмана как угодно да которая говорит о том что вот такая типа паранойя здесь мне желают зла и смерти интересно и мне честно говоря даже несколько удивительно почему дилсу не пришло в голову что эти вещи можно использовать ну собственно как в сторону того что мы называем гуманистические фокусы языка так и в сторону того что мы называем боевые фокусы языка да хотя он это использовал да он использовал просто ну каким-то образом да не не понял что существует разные векторы можно и плюс можно в минус но слушай тут можно только гадать потому что большое спасибо роберту дилсу за то что нам дал эту подсказку потому что мы это обратили мне слушай а неужели завод прошедшие с того времени как боевой нлп вышла в светом лет десять уже никто на это даже не обратил внимание слушай ну книга боевой нлп разошлась тиражом 12 тиражом извините 12 тысяч люди которые посетили нашим тренинги это тоже многие тысячи людей что неужели никто не дочитал книгу фокуса языка до конца чтобы сказать да ладно да это же все роберт дилс вы тут на своем тренинге просто пересказываете собственной идеи роберта дилса который смоделировал и по ричарда бенли не знаю у меня нет ответа на этот вопрос я вспоминаю как гриндер по моему писал про то как они с бендлером обратили внимание на репрезентативные системы а потом на глазодвигательные реакции соответствующие когда между ними типа такой диалог был типа ты заметил это быть я не понимаю как мы раньше этого не замечали и вот это вот вот история мне кажется почему-то не происходит люди раньше не замечали не заметь ну ладно придется рассказать то что мы собственно и сделали рекомендуем открыть книгу фокуса языка почитать и порадоваться тому насколько разнообразно бендлер использует боевые фокусы языка создающие рамку проблемы а и насколько хорошо роберт дилс их калибрует и собственно расшифровывает их именно в традиции боевых да когда изменение размера фрейма для того чтобы усилить негатив обобщение для того чтобы усилить негатив негатив негативные последствия негативный противоположный пример красота у меня более общая рекомендация господа если вы занимаетесь млп вы кроме обложки книжки ну то есть ее название а попробуйте ее прочитать ну так ради прикола хотя бы одну многое становится интересным открывается совершенно неожиданные перспективы причем собственного и личностного роста